После 12-часовых переговоров с участием президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косова Альбина Курси, а также главы дипломатии ЕС Жозепе Борреле, где стороны устно договорились выполнять имплементационное положение к соглашению о пути к нормализации отношений, Жозеп Боррель заявил об успехе. Я хочу подчеркнуть, что для открытия пути к достижению стратегической цели вступления в Европейский Союз, Сербия и Косово должны нормализовать свои отношения. Обойти это невозможно. И это соглашение и приложение, которое является неотъемлемой частью соглашения, являются важным шагом вперед для того, чтобы сделать это реальностью. План ЕС по урегулированию конфликта, который в течение последних 15 лет то тлеет, то вспыхивает с новой силою, состоит из 11 важных пунктов. В том числе обе стороны взаимно признают свои национальные документы и символы. Сербия соглашается снять блокировку с членства Косово в международных организациях, включая ООН. Приштина со своей стороны разрешает деятельность ассоциации сербских общин в Косово и гарантирует особую защиту сербских православных церквей и монастырей. Косовский премьер Курси сначала поддержал позитивный настрой Борреля, но затем добавил, что сербский президент отказался подписывать какие-либо соглашения. Мы достигли согласия по приложению, которое будет направлять выполнение основного соглашения. Оппонент – президент Сербии Александр Вучич, как и на последней встрече в Брюсселе 27 февраля, уклоняется от подписания соглашений с приложением. Теперь Евросоюз должен найти механизм, который придаст документу статус юридического и международного соглашения, обязательного к исполнению. Позже, по возвращению в Приштину, премьер-министр Косово Альбин Курси заявил, что устная договоренность между Сербией и Косово представляет собой, цитата, признание де-факто косовской независимости. Сербский президент Александр Вучич ответил Курси, заявив, что Белград никогда не признает независимость Косово. Я не хочу подписывать никаких международных юридически обязывающих документов с Косово, потому что Сербия не признает его независимость. Наблюдатели полагают, что сербские власти опасаются массовых протестов по всей стране, противников независимости Косово. В эти выходные в Белграде прошла многотысячная манифестация против мирного соглашения с Косово. Демонстранты скандировали нет капитуляции. Сегодня вечером мы боремся за жизнь сербского народа. У нас есть право не быть уничтоженными, у нас есть право жить. Это соглашение при посредничестве ЕС определенно является признанием независимости Косово. Независимо от того, говорите ли вы это прямо или косвенно, это разные способы согласия. Признание есть признание. И для нас абсолютно неприемлемо, что Косово действительно станет каким-то независимым государством. Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что Соединенные Штаты совместно с партнерами из ЕС продолжат активное участие в работе по нормализации отношений между Косово и Сербией для установления между ними предсказуемых и миролюбивых отношений. Санжар Хамидов, Голос Америки, Вашингтон. Редактор субтитров А.Семкин